Мы только что поговорили с господином Пинкасом Владимиром Григорьевичем. Как и ожидалось, он сказал, что по своим функциональным обязанностям он не отвечает за решение головы филиала на больничном. Мы договорились о следующем. Он буквально в течение часа созвонится с господином Казанаком и назначит встречу с коллективом портов. И сегодня вечером мне лично озвольтся на телефон и Василию Владимировичу. И Василий Владимирович всем объявит, когда будет встреча с руководителем администрации морских портов Украины, деколайского филиала. Поэтому, дорогие друзья, мы ждем в следующей неделе. Если встреча состоится в ближайшее время с руководителем, это будет хороший знак. Если же нет, то мы продолжаем ждать до следующей недели. Мы продолжаем все равно и продолжаем ждать. Время чьего? 15 число. Решение министра. Это было сказано министром. Министр должен 15 числа принять решение. Это пояснение. Все, спасибо. Еще одно важное детальное, которое я хотел бы остановить. Это встреча будет в присутствии народных депутатов от Миколаевщина. Для того, чтобы мы понимали сложность и особенности конфликта, который возникнет между трудовым коллективом, окремыми стабильными компаниями и управляющими представниками морских портов, это по-перше. По-друге, мы должны владеть цей информацией, чтобы объективно ее донести до министра и взяти участие в заседании 15 числа у министра, который должен обеспечить документы с послами морского порта. По-третьему, мы должны показать этот приклад, в какой способ окременные трудовые споры, проблемные ситуации и конфликты, которые возникают на Миколаевщине, могут быть решены эффективно за участие народных депутатов. Я позволю себе не погодиться с малой эффективностью народных депутатов, которая была висловлена сегодня. Народные депутаты не работают в морском порту. Народные депутаты работают в парламенте. И наша основная задача – допомагать державе эффективно проведать реформу. Если есть недолики, если есть вопросы от трудовых коллективов, если не задовольна местная влада, если ветерани дают нам доручение, как выборцы в том числе, мы должны на них эффективно реагировать. Но я вважаю, что диалог, законное русло и правопорядок – это первое. А уже потом будем говорить про другие вещи. Поэтому просил бы сберегать порог сухим. Мы на шляху до пошуку нормального решения. И мы за то, чтобы той клінч, та непроста ситуация, которая выникла по морпорту, вона была эффективно вырешена с точки зрения интересов государства, с точки зрения недержавных предприятий и установок, с точки зрения интересов громад, города и Миколаевской области. Спасибо. 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 Спасибо.